Приветствую вас, давайте попробуем разобраться с тем, что у вас происходит. Здравствуйте, мне 18, я готовлюсь к поступлению. Так, ну, с учетом того, что сейчас еще май у меня кончился, и с учетом того, что лето, хорошая погода, по крайней мере в России, с учетом того, что вам 18 лет, и с учетом того, что вы готовились, видимо, готовитесь к поступлению уже не первый день, а до этого готовились к экзаменам, а до этого учились еще очень много, вот, у вас наступила так называемая апатия, скорее всего. Значит, с чем связана апатия и что это вообще такое? Что такое апатия? Значит, ну, про апатию мы говорить не будем сейчас, потому что это немножко все-таки не то, да? Мне бы хотелось сказать немножко иное, бы хотелось сказать немножко другое. Значит, мне бы хотелось сказать о том, что вы, скорее всего, просто устали. Скорее всего, вы, у вас явно есть, ну, переутомление сейчас. Вот, и, соответственно, соответственно, это самое переутомление вам, оно не дает, ну, как бы не дает возможности быть собой. Вот, так же, вполне вероятно, что на первое место вышли немножечко другие мотивы у вас сейчас. Значит, ну, может быть, такие мотивы, как больше развлечений, больше отдыха и так далее. То есть, я хочу сказать о том, что время сейчас такое, учиться не хочется. И с учетом того, что вы учились много, учитесь много, я вам могу задать вопрос. Тогда? Так, ага, зачем вы это делаете? Зачем? Зачем вы учите? Вот вы говорите, я сам выбрал место, куда поступить. Ну, хорошо, хорошо, что вы выбрали сами место. А как вот, вы чувствуете мотив? Вы понимаете, для чего вам это нужно? Вы понимаете, для чего вы это делаете? Вы понимаете, чего вы хотите вообще? Для чего вы учитесь? ЕГЭ у вас, экзамены и так далее. Это же явно очень, очень большая нагрузка на вас. Это явно большой объем. А отдыхать, отдыхали вы всего два дня. Вот. Ну, это мало, на самом деле. Мало отдыхали. Ну, не больше, ну, хотя бы неделю. Вот. Я понимаю, что, может быть, у вас нет недели, но, тем не менее. Вот. И отдыхать лучше, конечно, знаете, не гулять и смотреть фильмы. То есть, да, гулять можно, а вот смотреть фильмы, это, ну, все-таки, наверное, немножко не то в данном случае. Вам имеет смысл более активный отдых. То есть, нужно, ну, знаете, как следует физически устать. И чтобы это прям произошло, ну, чтобы это было прям во времени больше, чем два дня. Все-таки мало. Два дня все-таки мало. Два дня все-таки мало. Вот. Ну, и мотивация. Мотивация. Зачем вы это делаете? Для чего-чего? В пути как три недели у меня нет сил на учебу. Нет совершенно никакого желания что-либо учить. Почему? Вот почему желание пропало? Подумайте. Как вы себе это объясняете? Ну, вот нет желания, да, не хочу. Почему не хотите? Вот раньше хотели, а сейчас нет. Что-то изменилось. Получается. Что-то поменялось. Вопрос в том, что потеряли мотив. Он потерял для вас значение. Мотив. Вам начало касаться, что вы только делаете, что учитесь. Например. И что жизнь это живет не только властная учеба. Правильно? Вот. То есть тут момент именно такой. Либо вы отдыхаете, и либо вы, значит, как-то вот более, ну, организованно подходите к своему досугу. Либо вы пересматриваете свои мотивы. То есть зачем? По-прежнему, зачем вы это делаете? Для чего? Что вам предвидит, да? Либо вам нравится то, что вы делаете. Ну, в смысле, вот, нравятся профессии, которые вы, например, выбрали себе. Или, значит, вам нравится просто процесс обучения. И так далее. Ого. Понимаете? Либо. Либо. Тут есть кто-то еще, ну, какие-то другие факторы, о которых вы не написали, конечно. Вот. Вообще-то это очень сложно. Очень тяжело учиться так, как вы это делаете. Это очень тяжело. И должны быть причины, должны быть мотивы для того, чтобы вы, значит, ну, чтобы вы так себя нагрузяли. И мотивам лучше быть, мотивам лучше быть очень мощным. Так, значит, за день я много учил и много делал как от твоего учебы. Это будет, кстати, ситуация, решил устроить себе два отдыха. Так, эти два дня отдыха полностью добыть об учебе и поступлении. Получилось? Кстати, а как вы рассматриваете, например, такую мысль, что поступить через год, а год отдохнуть, например, там, поработать, например, там, что-то еще делать? Вы не можете так поступить? Вы не хотите так поступать? А если не хотите поступать, так почему? Именно если не хотите, почему не хотите? С чем это связано, вот, то, что вы не хотите? А если хотите, что мечтают? Так сделать. Вот. То есть, совершенно необязательно в тот же год до каждого учебы и поступать потяжелого. Так, на первых этих подходах, когда я сел на учебу, но на учебу снова появилась слабость и вы желание спать. Ну, помимо того, что вы мало отдохнули, вы ведь понимаете, да, сколько вы будете учиться. Ну, то есть, вы знаете, наверное, сколько. Вы знаете, что учиться вы будете весь день, например, да и так далее. Вот. А почему бы не учиться столько, сколько вот вам хочется, а потом делать передышку во время именно дня? То есть, не постоянно учиться, не все время это делать. Как вам вот такой момент? Почему можно, почему только, либо, либо только учиться, либо, значит, не учиться. Вот. Ну, это не представляется мне чем-то именно правильно. Понимаете? Вот. А может, ничего удивительного, что вам спать так хочется, ведь вы, вы же знаете, что вот в ближайшее время, в ближайшее время вы будете только учиться и вам, естественно, это тяжело. Естественно. Это нормально. Дальше. А, наше, так, дальше. Так, впереди экзамены ЕГЭ, я еще с репетиторами не прошел всю программу. Знаешь, как, зачем вы с репетиторами занимаетесь? Правда, это слабо, но заплатил туда, когда я сажусь, но звучит. Ну, вам оно надоело. Адеранчик, я уже писал, выше такого не было. Я сам выбрал, куда хочу поступить, почитайте, понадобится что-нибудь, заранее спасибо. Так, ну, после этого, я рекомендовать вам, могу только переоценить свои мотивы, то есть, для чего вы это делаете и вообще, ходите ли вы с того, что вы делаете сейчас. Вот. Сходите, то почему и зачем вам это? Далее. Не присутствует ли в вашем мотивационном поле мотивы других людей? Например, мотивы ваших родителей. Ну, допустим, допустим, мотивы ваших родителей. Не присутствует ли желание кого-то еще, помимо вас, значит, действовать так, как вам нужно действовать. Это первое. Второе. Пересмотрите свое отношение к учебе и, то есть, сколько у вас времени объективное есть. Ну, то есть, именно вот, сколько у вас времени до экзамена. Сколько вам, ну, нужно всего выучить. Вот. И, соответственно, как оптимально это время распределить. То есть, все время учиться. Сейчас. Нельзя. Это в другое время. Сейчас хочется немножко других вещей. Не учиться. Вот. Особенно, если вам 18 и вы там не работали и, как бы, привыкли, ну, привыкли к каникулам, например. Вот. То есть, понимаете, да, какая ситуация? Вот так. Ну, и если вы однозначно хотите прямо вот учиться в сельских, то я рекомендую вам упражнения на внимание, чтобы вы не отвлекались. Это вы берете перед собой листочек бумаги белой и старайтесь думать только о нем. в течение, там, вот, ну, какого-то времени. То есть, пусть это будет, я не знаю, ну, пусть это будет, скажем, 3-3 секунды, 4 секунды, 5 секунд, 5 секунд. Старайтесь концентрироваться только на вот этих, на этом листке бумаги. Только на нем. Ну, если получилось, хорошо, значит, сделайте перерыв и вот в течение дня, раза в 3-4, поделайте. Поделайте это. Вот. Так вот. Потренируйтесь. Соответственно, если будете, если будете тренироваться, то, значит, вам будет легче удерживать свое внимание. Вам будет легче, ну, не отвлекаться. Это первое. Второе. Если вы отвлекаетесь все-таки, то необходимо у себя спросить, а почему отвлекаетесь так, собственно? То есть, с чем связано? С чего родите? Какой мотив у вас отвлекаться? Именно мотив какой? То есть, человек, который отвлекается не просто так. Связывается человеку отвлекается почему. Либо ему, значит, неинтересно то, что он делает, либо он хочет чего-то другого, да? Либо человек хочет чего-то другого, не того, что вот он делает сейчас. И либо вы, значит, ну, либо вы свои желания загоняете внутрь, не позволяете себе хотеть. Это следствие невроза, невротического поведения. И тогда, естественно, это не вы хотите учиться. Это скорее кто-то хочет за вас. Либо вы загоняете внутрь. Либо вы не позволяете себе просто их реализовывать, хоть чуть-чуть. То есть, вы слишком много времени отдаете учебе. Вот. А учеба это все-таки, ну, учеба это все-таки не то. Ему нужно посвящать всю жизнь, все время своего. Вот. То есть, только вот анализ мотивов ваших. Постарайтесь бережно и заботливо отнестись к себе. Потому что, если вы этого не сделаете, у вас может развиться прохтинация. То есть, вы будете постоянно откладывать дела на потом. Сами дела будут у вас ассоциироваться с чем-то негативным. Потому что вы все время себя преодолевали. Прессиливали. Ну и, в общем, из-за этого будете страдать вы и ваша деятельность. На этом все. Надеюсь, это помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Всем желаю вам всего самого доброго и удачи.